Всем привет дорогие друзья! С вами снова я Елена и у нас с вами сегодня обзор моих творческих покупок. Сейчас общий план. Это все, что я забрала буквально на днях из магазина на Бауманской. Называется он Школа Лепки. И я там делала заказ исключительно, потому что мне нужен был флок и тейп-лента. Остальное взяла до кучи. И давайте сейчас подробненько покажу, что взяла, что есть что. Поближе, поинтереснее. Давайте начнем с молдов. Взяла вот такой молд ягодки. Вообще, кто меня давно знает, знает, что я люблю все делать сама. И в том числе ягодки лепить тоже самостоятельно. Но иногда заказ требует очень большого количества ягод и одинаковых практически. Поэтому такой молд, он идеален в такой ситуации. Вот, был первым моим выбором. Дальше взяла вот такой молд. Он потоньше и более гибкий. Мне нужны были вот такие мелкие листики с фактуры. Поэтому выбрала его. И он оказался действительно того размера, на который я рассчитывала. Ни больше, ни меньше. Прямо вот то, что я и хотела. Я боялась, что он будет крупный. Но нет, он вполне то, что мне нужно. Дальше взяла вот такие вот носики на пальчнике. Они помогают в работе с фомом, фоамираном. Вот, защищают пальчики, когда работаешь с утюгом. Вот, дела такого раньше не видела. Это какая-то новинка. Так, дальше фурнитурка. Взяла вот такие вот заготовки для броши. Броши-заколка или как они называются. Дела три штучки. Просто на пробу посмотреть, что можно с этого сделать. Так, дальше. Собственно, то, ради чего я делала заказ, это тейп-лента. Выбрала я сначала два цвета, зеленых. Но потом решила еще взять коричневый. Здесь идет две ленты в наборе. Они узкие. Я думаю, видно. И вот я выбрала салатовый, такой изумрудно-зеленый и коричневый. Дальше, конечно же, куда без этого. Взяла еще про запас флористическую проволоку. У меня осталось немного ее. Поэтому взяла вот такой наборчик. Здесь, по-моему, 50 штук. Конечно, ее можно сделать самостоятельно. Мы даже с вами будем делать ее в каком-нибудь из DIY в будущем. Но толщина у нее вот номер 30. Обычный такой темно-зеленый цвет. Так, дальше, дальше. Взяла я вот такие вот пины с шариком. Я вообще как-то люблю либо гвоздики, либо с петелькой. Они более функциональны. Но с шариком они идеально подходят, когда делаешь цветочки или какие-то бусины, колокольчики. Они прям вот идеально туда становятся. Поэтому выбрала такие. К сожалению, вот эти вот думала, что будут длиннее. Они вот коротенькие. Но ничего страшного. Взяла два комплекта. Количество, честно сказать, не помню. Напишу на видео. Так, и также к ним взяла вот такие бронзовые. Такое античное, какое-то античное бронзо или античное золото. Что-то такое темное. Тоже количество не помню. Подпишу на видео, если интересно. Тоже они гигантские. И у них получается шарик с одной стороны. То есть, в принципе, если не используется вся, отрезается кусочек и можно вторую использовать как с петелькой. Ну, в общем, это я люблю подлиннее, потому что их можно использовать как бы в разных ситуациях. Хвостики можно использовать повторно. Так. Дальше. Дальше взяла вот такие вот тоже основы. Основы под броши. Здесь их три, по-моему, вида. Так, давайте откроем. И посмотрим. Получается бронзовая и две серебряные. Каждые по три штуки. Да. Две большие и одна маленькая. Вот такие вот. Тоже есть кое-какие задумки. Хочу попробовать. С такими булавками не работало. Поэтому это для меня такая новинка. Так. Также до кучи заказала флористическую пленку для прокатки в пастомашине. Взяла один лист пока что на пробу. Думала, что он будет меньшего размера. Поэтому очень рада, что он такой большой. Он еще здесь в рулончике. Поэтому довольно крупного размера. И последний мой. Нет, не последний. За кадром еще потерялось два заказа. Так. И один из крайних заказов. Тут набор. Давайте поближе покажу. Здесь идут листики разные. И по-моему по две штуки я заказывала. И основы под кулон. Овальные и круглые. Так. Вот такие вот основы. Да. Получается вот они. Две. По две штуки. Да. Две овальные. И две круглые. И тут всякие разные листики. Тоже я думаю, что по две штуки. Вот такие вот. Есть и маленькие, и покрупнее. И какие-то... Ой. Все падает. Вот такие дырявчатые. В общем, листиков очень много красивых. Всяких разных. Так. И еще взяла обычные прямые ножницы. Для флористики. Потому что у меня есть загнутые. А прямых я практически нигде не могла найти. И вот наконец-то они у меня есть. Так. И еще забыла самый маленький. Самый дорогой мой выбор. Это флок для тычинок. К сожалению, были только вот эти пять цветов. Но я хотела все выбрать. Там, по-моему, пятнадцать оттенков. Но, к сожалению, было только пять. Так что взяла пять. Флок. Это для тычинок используют. Для посыпки. Такой как бы... Пушистый порошок. Вот. Такой у меня был заказик. Такой у меня был творческий заказик. Я всем очень довольна. Все именно того размера, как я и рассчитывала. И в том количестве я уложилась в ту сумму, которую я планировала уложиться. Мне очень понравился этот магазин. И буду в дальнейшем там заказывать. Ссылочку на магазин оставлю под видео. Кому интересно, проходите. Обязательно приобретайте там что-нибудь для своих творческих идей. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok